Амаль 5 миллиардов белорусских рублев. Минавито столько, каштують 12 новых машин худкомедицинской допомоги. У День города они пополнили парк гомельской спецтехники. Почас урочистой церемонии передачи новых машин присутным нагадывают исторические факты. В 1919 году у Гомеля были всего 4 урочей и столько же медсестер, которые обслуговывали граждан на конных экипажах. Сегодня в областном центре Кля-5-10 бригады худкомедицинской допомоги, которые что год оказывают допомогу больше 200 тысячам хворых и потерпелых. При этом за прошлые 5 годов техничный парк обновился на 80%. Новые машины не только больше маневренные, но и позволяют оказывать допомогу непосредственно подчас перевозки. Они специально переоборудованы для оказания экстренной неотложной помощи во время движения. Учитывая, что у нас есть как кислородное, так и другое оборудование для реанимации, здесь подготовлены места для крепления, где оно устанавливается и во время движения позволяет оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Новое брендовое место отпочинку, минавито так, у Гомеля уже называют набережную Ракисош. Идея гэтага проекта у першыню агочывалась еще 30 годов тому, але реализовация ее у полном объеме трымалась и только зараз. Причем опошний участок у 548 метров зарабили у рекордные термины, усяго за три месяцы. Для того, как захавать необходную последовательность будавничо-монтажных работ, працавали навод ночью. Аб масштабах зарубленного можно мерковать по таких личбах. Освоено 40 миллиардов рублев, укладено 11 тысяч квадратных метров тротуарной плитки и полторы тысячи квадратных метров асфальту на 15 тысячах квадратных метров. Проведено озеленение территории. Притягивая увагу и композиция маяк с 48 светильного розной вышины, сегодня у вечера и на стане одним из головных элементов запланованного на набережной светлового шоу. До речи, как зарубить отпочинок гамильчан и гостей города больше комфортным. В перспективе тут планируется открытие еще и мини-гостиницы с кафе и рестораном. Инвесторам пропонуют участок, где ранее размещалась веселярная база. Али уже сегодня гамильчане поравновывают с тем, что было, и робят однозначный вывод. Набережное стане еще одной городской славутостью. Это было футбольное поле какое-то, травы, бумаг и неизвестно что. То сейчас очень красиво. И я считаю, что правильно сделал город, что сделал такую набережную. Сюда можно теперь выходить с детьми, провести свободное время свое. И очень хорошо отдохнуть здесь.